Всем хай! Ever After High! С вами я Алиса и милая дочка дюймовочки Нина Тамбл. Как вы догадались, сегодня мы будем рассматривать именно эту красавицу из базовой коллекции. Нина Тамбл может уменьшаться по собственному желанию до размеров горошины. Ее фамилия происходит от английского имени ее мамы Тамбелина, что в переводе дюймовочка. Нина очень добрый персонаж, она заботится о мире, в котором живет. Но если ее кто-то сильно расстроит, может дать жару. Ну а теперь давайте перейдем к коробке, а походу я вам расскажу ее биографию полностью. С виду коробка довольно обычная, но если посмотреть сбоку, то видно большое изменение. Нас встречает коробка нового типа. Розовая и яркая сказочная коробка с большим количеством пластика. Обратите внимание, что стало намного меньше картона. Зато коробка безумно легкая, а когда я взяла ее в руки, я удивилась просто невероятно из-за этого факта. На внутренней части коробки изображена сказочная школа Ever After и огромное древо с тюльпанами на нем. Сверху прикреплен дневник Нины Тамбл с фулл-артом персонажа и фиолетово-малиновой гаммой. Слева находится корешок книги с тюльпаном. Внизу расположен логотип Ever After High в виде сердца с флажком там, где принцессы всегда сильны. Справа находится арт Нины Тамбл, под которым написано ее имя и принадлежность к дюймовочке. Как мы можем заметить, подставка или расческа в набор не входит. А вот на прототипе была и необычная расческа в форме сердца, другой дневничок, ну а также многие аксессуары у Нины были окрашены в разные цвета. Задняя часть особо не изменилась, разве что все надписи про производство куклы перенесли на эту часть. Справа изображены еще две эверяшки, которые выпустились вместе с Ниной в базовой коллекции. А рядом биография нашей героини. Ее соседка по комнате Джиллиан Бинсток, дочь Джека. Любимый предмет – магия окружающей среды. Нелюбимый – это небылица. Лучшие друзья навеки – это Эшлин Элла и Розабелла Бьюти. А все потому, что они тоже любят природу и животных. Ну а теперь давайте рассматривать нашу куколку. Кукла Нина Тамбл выполнена на маленьком теле. Вот если сейчас сравнить, то вы видите, она как Мэдалин, Лизи Хартс, Китти, Чешир и другие эверяшки. Нина у нас настоящая младка-блондинка. Кукла выполнена в темном скинтоне с голубыми глазами и коричневыми бровями и тенями. Губы окрашены в розовый. Светлые волосы Нины распущены и не спадают до пояса. Они слегка завиты, а челка убрана резиночкой в сторону. Поверх волос надет ободок с розами и тюльпанами, в перемешку с желтыми цветами. Из украшений также имеется розовое цветочное ожерелье и пояс того же цвета. Колец браслетов или сережек у Нины Тамбл, к сожалению, нет. Зато к кукле прилагается зеленая сумочка в цветочном стиле с зелеными стебельками тюльпанов, чьи бутоны окрашены в розовый. Платье Нины Тамбл довольно простое, но яркое. Верх окрашен белый с зелено-розовым полосатым рисунком, а подол выполнен как самый настоящий тюльпанчик. Верхняя юбка в виде розовых лепестков, а пышная юбка внизу как основной желтый бутон. Да, действительно интересное решение со стороны дизайнеров. Туфельки Нины Тамбл очень высокие и выполнены в стиле зеленых туфелек, опоясывающих ее ногу лианами с цветами почти до колена. Около колена молдированная связка из тюльпанов на конце туфелек. В набор к Нине входит картонная карточка с историей. Ну а на этом наш обзор на базовую Нину Тамбл подходит к концу. Нина как цветочек, очень нежная и яркая. А что думаете вы насчет Нины? Свои ответы пишите в комментарии. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok